Всем привет дорогие друзья, на связи компания Priority Auto, меня зовут Максим И сегодня я приехал на стояночку поснимать для вас большой вывоз минивэнов Минивэнов у нас немало на стоянке, есть два очень интересных экземпляра Сразу же не буду говорить в начале что это Поснимаю сегодня для вас как грузопассажирские варианты, так и обычные гражданские и маленькие небольшие минивэны А так в целом по стояночке у нас автомобилей много То есть можно было в принципе поснимать что-то из разряда вывоза кроссоверов Но кроссоверы мы снимем немножечко попозже Вот можете видеть Honda Stepwagon, Toyota Esquire гибридной модификации Также у нас здесь стоит и Steam, еще один Esquire Очень необычно что у нас так много Esquire на стоянке Далее есть Alphard, мы пройдемся по основным культовым моментам В общем смотрите до конца, надеюсь вам будет интересно Всем большой привет друзья, на связи компания Priority Auto Мы знаем как не хочется сидеть в огромных очередях в ГАИ при постановке своего новенького автомобиля на учет Тем более в некоторых регионах столкнулись с проблемой при постановке на учет К примеру гибридных автомобилях, в которых завышают лошадиные силы Суммируют там с гибридной установкой В общем жесть Поэтому мы решили запустить акцию предновогоднюю Новогоднюю, называйте как хотите Те клиенты, которые купят с нашей компании автомобиль в период 10 декабря 2022 года по 15 января 2023 года Тем клиентам мы предоставим услугу постановки на учет абсолютно бесплатно Также бесплатно мы сделаем техосмотр перед постановкой на учет соответственно Вам останется произвести лишь сопутствующие платежи, которые идут при постановке на учет А именно это страховка, госпошлина и доверенность нашего человека, который будет заниматься оформлением вашего автомобиля Соответственно постановка на учет вашего новенького автомобиля не вызовет у вас никаких проблем Я всех поздравляю с наступающим Новым годом И желаю удачных покупок на аукционах Как на аукционах в Японии, так и в Южной Корее Важно, друзья, что данная акция распространяется на все регионы нашей страны, включая Дальний Восток И самое главное, что вы получите номера именно со своим регионом Поэтому здесь абсолютно не за что переживать С вами был Константин, еще раз с наступающим, пока Так, ну и первый красавчик у нас Honda Step-Wagon в рестайлинге В самой топовой модификации 2 литра гибрид У нас здесь бензиновый мотор на 145 лошадей И гибридная установка на 135 киловатт Сразу же хочу пройтись по клиренсу Все говорят, что у Step-Wagon он низкий Но это не совсем так, потому что он здесь составляет 155 миллиметров Про габариты говорить не буду Сразу же отмечу очень интересный фактор Как вы знаете, есть у нас Honda Odyssey Он также идет в гибридной модификации 2 литра И есть Step-Wagon, который пошел вот с 2017 года Тоже в гибридной модификации Они построены в принципе на одной базе Но самая большая фишка, что вот такой большой Step-Wagon На 60 килограмм легче, чем Odyssey Непонятно, с чем это в принципе связано Так, по салону что мы здесь имеем? Комплектация у нас базовая Но у нас при всем при этом есть управление мультимедией на руле Адаптивный круиз-контроль Две электродвери, различные системы безопасности Также безопасности есть Вот здесь у нас на лобовом стекле Светлый потолок, но я не назову его светлым Он такой более притонированный То есть он не бежевый, а такой серенький Вот такие у нас сидения тряпка Тряпка в принципе неплохая То есть тут претензий особо нет Единственное у Хонды проблема, наверное, на мой взгляд Это что у них стекла все не автоматические Смотрите, задний ряд у нас только капитанские сидения Это обусловлено тем, что автомобиль гибридный Японцы конструктивно решили, что они не смогут разместить здесь Восьминестные варианты Ну то есть, что сзади был полноценный диван Поэтому будьте очень внимательны Только капитанские сидения От японца нам здесь досталось Мало того, что хорошее магнитола Так еще и задние мониторы фирмы Carazeria Как-то все так неврежно сделано Висят провода Думаю, в принципе, можно их аккуратненько спрятать Второй печки у нас автомобиля нет То есть климат дополнительно здесь не размещен По низу смотрим, да Вторая печка у нас отсутствует Так, ну и самая главная фишка По которой эти автомобили, в частности, еще и покупают Это именно дверь Ваку-ваку Как ее правильно называют Ломающаяся дверь Открыли так Где-то в пробке припарковали Здесь очень узко Здесь очень узко Быстренько запрыгнули через задний ряд И пожалуйста Мне всегда было еще интересно Как там сзади сидится Ну и сразу же разложу эту дверь Как уж без этого И вот так вот она открывается полностью У нас здесь, в принципе, просторная ниша Вот эти сиденья убираются Здесь получается ровный пол Закрываем Дверь достаточно тяжелая Поэтому обратите внимание Какие здесь мощные демпферы Газовые упоры Так, ну и проведем маленький эксперимент Сейчас я обойду с этой стороны Отодвинем именно вот эту сидушку Полностью назад, да? Все, я ее отодвинул И с той стороны я сейчас зайду Идем прям на задний ряд Сидушку я не двигал То есть, как вы понимаете Я человек не маленький Сажусь сзади Посмотрите В целом, то есть У меня ноги ничего не сжимает Сидушка, повторюсь Полностью отодвинута назад В степ-вагоне В отличие от хонды фрит Задний ряд сложно назвать именно детским Потому что, в принципе Если передний пассажир Немножечко пододвинется еще вперед Ему там будет достаточно места И мне здесь, в принципе Полностью отодвинутой сидушки Тоже достаточно места То есть Это прям полноценный Семиместный автомобиль То есть Не обязательно сзади садить детей Ну нет, может быть Не семиместный Здесь все-таки Есть вроде как Дополнительное сидение Но места здесь будет Третьему пассажиру маловато То есть Двое здесь Двое спереди И двое Ну в общем Шестиместный вариант Включая водителя Задний ряд У нас тут не то что Позаботились о подстаканниках У нас здесь еще есть Прикуриватель Два подстаканника Здесь у нас Один напиток Здесь второй Надо зарядить телефон Пожалуйста, заряжаем Вообще Для сравнения Допустим Если брать Хонду степ-вагон И его допустим Одноклассников Тойота Вокси Или там Тойота НОАХ Или Эсквайр Все-таки Степ-вагон Немножечко выигрывает За счет своей силовой установки Потому что У нас здесь 145 лошадей У НОАХа У них 99 Здесь Гибридная установка На 135 киловатт Когда у Тойоты На 60 И получается Что и расход У степ-вагона Меньше То есть Наши клиенты Пользователи С кем я общался Говорят что Расход 5.5 6 литров Ну зимой Где-то с прогревами 6.5 Ну то есть Вы понимаете Да У Вокси НОАХ Ну меньше Восьми Точно никогда Не получится При этом Автомобиль Гораздо шустрее И динамичнее Ну единственное Что они не совсем Одноклассники По цене То есть Если Там Тойоту Нох Вокси Можно найти В районе Миллиона Двухсот Пятидесяти Там За 14 Год То так Как Хонда Степ-вагон Пошел С 2017 Года На них Минимальные Ценники Именно в Такой Модификации Ну минимум Миллион Шестьсот Сегодняшних Реалиях Из-за того Что курс Подрос Прям Самый Самый Край Миллион Шестьсот Пятьдесят Данный Вариант В базовой Так Ну а мы На степ-вагоне Не будем Останавливаться Следующий Автомобиль Не менее Интересный Мы их Не так Часто Возим Именно В таких Модификациях И в таком Состоянии Сразу же В двух Словах Что у нас Здесь За автомобили У нас Здесь Хайс С двигателем 1 ТР 2 литра На 133 лошади Они Все Идут Модификациях Только Задним Приводом Ну то То есть Это Самая Базовая Так Скажем Самая Простая И дешевая Модификация Из всех Хайсов То есть Если вам Нужен Какой-то Гражданский Грузовик И вам Не нужен Полный Привод Там В основном Что-то Возить По городу По асфальту То как По мне Это Один из Самых Лучших Вариантов То есть Это Все Тот же Самый Хайс Большой Вместительный При этом Очень Клевый Так Это У нас Все-таки Грузопассажирская Тысячи километров То есть У нас Здесь Есть Туманки Хром Весь Местами Есть Конечно Моменты Где он Тут Потрепанный Как вы Знаете Хайсы Которые Долго Ездят У них Вся Морда Просто Будет Избита Вот Этими Камушками И так Далее Их Часто Бронируют Там Закатывают В черную Пленку Здесь Все Родное Все Прекрасное Что У нас Здесь По салону Во-первых У нас Держание В полосе Машина Будет Сама Подруливать Руль У нас Здесь Соответственно Не кожаная Это Все Таки Коммерческий Грузовик Управление Мультимедией На руле Смотрите Климат Контроль Неплохая Мультимедиа Ну Маленькая В принципе Для музыки Пойдет Здесь В принципе Два Динамика И все У нас Соответственно Автомат Есть Управление Туманками Вот Такой У нас Спидометр Белый Потолок И вот Таком И в идеальнейшем Просто Состоянии Велюровый Салон Посмотрите Просто Не докопаться То есть Состояние Очень хорошее Также Здесь Следов Эксплуатации По автомобилю Нет То есть Как вы Знаете Что Хайса Все-таки Автомобиль Которому Японцы Относятся Просто Как Рабочие Лошадки Здесь Вроде Из-за Пробега 68 тысяч Километров Автомобиль По меркам Хайса Даже Еще Не прошел Обкатку У нас Смотрите Пять дверей Это GL Комплектация То есть Все По максималке Вот такой У нас Задний диван Тоже В идеальном Состоянии Комплектация Даже Называется SuperGL Хайс Посмотрите У нас Даже Сзади Есть Бесключевой Доступ Пятой Двери Открываем Огромнейший Багажник И посмотрите Салон В каком Состоянии Ну вот Есть Конечно Это Следы Что-то Проливали Но Посмотрите Пластик Чуть Совсем В ужасном Состоянии Здесь То есть Прям Все Хорошо Вот такие Рельсы Стоят Для защиты Задних Стекол То есть Плюс У нас Такая Прям Глухая Тонировка От Японцев Я могу Предположить Что Это Пятак Вот У нас Две Откатные Двери Просто Посмотрите Как Хочешь Машину Грузи Хочешь Вынимая Вот Эти Сидения Пожалуйста Грузишь Отсюда Грузишь Оттуда Грузишь С Тоже У нас Динамики И Вот Такой У нас Вариант В Идеальнейшем Просто Просто В Идеальнейшем Состоянии И сразу Ж Хотелось Бо Показать Вам Днище Этого Автомобиля Все Таки Автомобиль Коммерческий Днище Я Уже Фотки В Японии Смотрел Да Здесь Машинку Посмотрел Просто В Идеальнейшем Состоянии Сзади Все Так Посмотрите Просто Есть Какие Маленькие Совсем Косички По Кузову Все Таки Грузовик У нас Коммерческий На нем Должны Что-то Возить На нем Соответственно Возили И самое Главное У нас Повторюсь Пробег 60 тысяч Километров Модификация 2 литра На заднем Приводе В комплектации GL То есть В идеальном Состоянии И он Вышел В 2 Миллиона Рублей Кто-то Скажет Что Это Дорого Вы Представьте У вас За 2 Миллиона Рублей Вот Такой Четкий Коммерческий Грузовик Сразу Скажу На Зеленку Такие Не Возят То есть На Зеленку Возят Пробеги По 200 Объем 2.7 Полный Привод Как Всем Надо И стоят Они Соответственно Еще И дороже Такие На Зеленку Никогда Не Привезут Потому Что За 2 Миллиона Никому Наверное Не Будет Нужен Задний Привод И так Миллиона Рублей Идеальное Состояние Да У него Пробег 60 Тысяч Километров То есть Не Ноль Но В любом Случае По меркам Хайсы По меркам Этого Надежного Мотора И коробки Он Даже Не Прошел Обкатку Обратил Внимание То есть Ты Забрался Назад Чтобы Можно Было Сзади Вот Этой Петелькой Дверь Закрыть Ну И Также Здесь У нас Есть Ручка Кнопки Закрывания Дверей Прикольные Фишки Я даже Знаю Зачем Это Было Сделано Ладно Я Парниша Да У меня Метр Восемьдесят Почти Метр Девяносто Рост Я рукой Дотянулся А представьте Низенького Японца Это Скорее Не Назад А Чтобы Просто Дотянуться И Закрыть Дверь Ну Вообще То есть Японцы Думают Над Своими Потребителями То есть Они Знают Что Им Надо Как Им Будет Удобно Подсветочка Включаемая Отдельно Для Задних Пассажиров Дайота Хайс Это Конечно Хорошо Мы На самом Деле Не Часто Возим Данные Автомобили То есть Мы Привозим Различные Варианты Но Вот Что В Таком Состоянии Именно С Таким Пробегом Это Редкость И Переходим К На самом Деле Обделен Вниманием Хотя У нас На стоянке Таких Сейчас Стоит Три Как По Мне Кажется Их Очень Редко Спрашивают Так Ну а Перед Нами Митсубиши Делико В кузове Д5 С мотором 4N14 2.3 Турбо На полном Приводе Кто в теме Знает Что Именно Такие Модификации У нас Самые Дорогие Так Они Пошли С Это Аппарат У нас Комплектации Дипауэр Турбо Ну Базовая Для дизелей Но при этом У нас Как бы Видите Линзованная Оптика Есть Туманочки У нас Литые Вот такие Красивые Диски Так Ну и сразу Шикарный Огромный Салон У нас Здесь Тканевая Красивая Обивка Бросается В глаза Черный Кожаный Мультируль Две Электродвери Регулируемые Соответственно Уши Зеркала Заднего Вида Кожаные Красивые Чехлы Сразу По внешнему Виду Могу сказать Что это Клезио Самые Четкие Чехлы Если У вас Салон Из тряпки И вы Хотите Себе Кожаный Салон А сиденья Покупать Очень Дорого С Японии Всегда Можно Заказать Клезио Это Будет Дороже Чем Покупать Здесь Вышитые По Лекалу Но Они Будут Гораздо Качественные Мультируль Но Японец Пожадничал И забрал Магнитолу Как по мне С одной стороны Это конечно Минус У нас нет Магнитолы А с другой стороны Это очень Большой плюс Потому что Мы сразу же Можем поставить Что нибудь Мощное Что нибудь Интересное И уже На русском Языке У нас Здесь Автоматический Климат Контроль Короче Я вот Не знаю Как этим Климатом Пользоваться То есть Он так Странно Выглядит У него Есть Три точки Здесь Три точки 2ВД 4ВД И с блокировкой Так Ну и смотрите Как по мне Короче Я вот Когда сажусь Делику Мне кажется У Делики Самая длинная Торпеда Вот я условно Здесь возле руля И если я сюда Что нибудь положу И оно у меня Укатится вперед Мне чтобы это достать Нужно будет Остановиться И то Я не до конца Дотягиваюсь В общем Будьте внимательны Если вы ездите До Делики Не ложите сюда Ничего Соответственно У нас все возможные Бардачки Так у нас Две электродвери Открываем правую Немножко конечно Потрепался хром Но это у нас Я так понимаю Накладочки Задний диван У нас тоже здесь В чехлах Огромный комфортный диван Люков у нас нет Светлый бежевый салон В целом неплохо То есть На Делике Удобно ездить И вы посмотрите У нас разложен Задний ряд Места конечно Там немного Я думаю Если пододвинуть Немножечко назад Будет поудобнее И у нас здесь В принципе Неплохой багажник Есть даже розеточка Японская сзади А это у нас прикуриватель Ну и вообще Прекрасно То есть Делика Это как некий Такой экспедиторский автобус На нем В принципе Можно далеко прорваться Я не так давно Привозил клиенту Из Санкт-Петербурга Делику На полном приводе Но при этом На бензинке Ну и нормально Человек добрался На Байкал Съездил Фотографии присылал В общем Клевый Клевый Автомобиль То есть Делика Как автобус По прежнему Остается кроссовером Смотрите Какой-то Тинейджер Японис ездил Любитель фирмы Нордвейс И такой автомобиль Сразу же Давайте по ценам Пробежимся Кратенько То есть Так как это у нас 2.3 дизель Они стоят дороже всего То есть Если мы берем 2.4 бензин Девятый год С пробегом Около 150 тысяч километров Можно уложиться В районе Там миллиона трехсот Если же мы берем Дизель Который пошел С двенадцатого года То тут меньше Чем миллион семьсот Рассчитывать не стоит Данный вариант У нас С пробегом 160 тысяч километров Вышел в миллион 680 тысяч рублей Как по мне Оптимальная цена За дизельную Delica Так ну что ж Дорогие друзья По Delica Могу сказать так Машина Как по мне Топ Она конечно Меньше заточена На оффроуд Чем предыдущее поколение Обычной Delica Которая шла Не с приставкой Д5 Но все таки Он по прежнему Остается самым Высоким Минивеном Среди своих Одноклассников То есть Вокси и нох Таким похвастаться Не могут А современные Там степ вагоны И так далее Тем более То есть там клиренсы Все ниже и ниже Все для асфальта А именно вот Delica По прежнему высокая Я очень часто вижу На аукционах Торгуются варианты Там с резиной АТ Там ну те кто Не в теме Резина грязевая АТ Это не совсем грязевка Это так чисто Баловство маленькое Настоящая грязь Должна быть МТ Мудтеррейн Но все равно Есть варианты Лифтованные Там с резиной Там с багажниками На крыше С какими-то Небольшими лебедками То есть в теории Если нужно куда-то там Съездить На небольшое внедорожье Где-то там Подняться на сопку 4ВД дизель Либо 4ВД 2,4 бензин Это прям идеальные Спутники Там по какому-то Бездорожью Если вам нужен Подобный вариант Цена начинается От миллиона трехсот За 2,4 бензин То есть как по мне За 1,3 миллиона Купить сейчас Что-то подобное Просто не представляется Возможным Тем более без пробега ПРФ Здесь же Без пробега ПРФ Японское качество Японское состояние Там 2010 год 2,4 бензин Так, ну а на этом Поделики у меня все А мы переходим К следующему Самому популярному Минивену На сегодняшний момент С правым рулем Который люди Возят с аукционов Японии Его внешность До сих пор Вызывает вопросы Но я считаю Что если бы Не эксперименты От японцев Мы ездили бы Наверное до сих пор На короллах 60-х годов Ну в принципе Автоваз в этом вопросе Себе не изменяет Как вы понимаете Поэтому данный Рестайлинг Я не назову Что он прям Очень мне понравился Но в любом случае Любые эксперименты Со стороны японцев Это хорошо Пускай они экспериментируют Думают Смотрят как люди На это реагируют И уже принимают решение В ту или иную сторону То есть Как сделать автомобиль Все интереснее и лучше Так Но это у нас Хонда Фрид В обновленном виде В рестайлинге 2019 года В данном случае Это у нас Хонда Фрид Плюс Как вы знаете Раньше у Хонды Было два варианта Это Хонда Фрид Или Хонда Фрид Спайк Уже в этом поколении Они убрали Приставку Спайк И сделали Приставку Плюс Ну то есть Заменили Спайк И при этом Они стали делать Абсолютно одинаковую Внешность у автомобилей То есть Теперь они внешне Не отличаются За исключением Исполнения салона То есть Салон у Хонды Фрид Плюс Идет только 5 местный А у Хонды Фрид 7 или 6 местный У нас базовая комплектация Но при всем при этом Хоть и нет туманок У нас Вот такая диодная Интересная оптика С линзой Повторители в ушах Сразу же По внешнему виду Ручки Я могу сказать Что у нас Бесключевой доступ Открываем салон Хоть и комплектация У нас базовая У нас здесь Полный мультируль Кнопка старт-стоп Две электродвери Подогревы зонодворников Различные датчики Удержания в полосе Управление мультимедиа Адаптивный круиз-контроль Различные системы безопасности Вот такой светлый Красивый потолок У автомобиля Состояние 4 балла То есть пробег 13 тысяч километров Да, есть небольшая грязь По салону Вопрос с кемчисткой Это все убьет В салончик у нас В целом Неплохом таком состоянии То есть посмотрите Сидение 13 тысяч Даже не скажешь Что на машине В принципе ездили За исключением грязи Садимся в салон Что мы здесь имеем Климат-контроль Подогрев передних сидений Система Старт-стоп Вот такой большой У нас монитор Смотрите сколько Там много разных мониторчиков Неплохая мультимедиа Гадарс То есть у нас базовая комплектация Но при всем при этом У нас все есть ништяки Допустим комплектацию Которая на голову выше Единственное Что у нас отличает Это Кожаный салон И кожаный руль Все В остальном Это по всем опциям Такой же отличный вариант Допустим Как комплектации Там G Хонда Сенсинг И так далее Садимся на задний ряд Места здесь в принципе Не очень много Но в целом Если думаю диванчик Пододвинуть А нет У нас максимум Да кстати Вот за мной Мне будет дискомфортно Хотя это минивэн Я в некоторых Кикарах сидел Мне было гораздо удобнее В общем Немножко купировали Они пространство сзади Но это по моему Касается именно Просто второго поколения Так же хочу обратить внимание Как у нас здесь Есть Задние шторочки На самом деле Очень прикольная фишка От японцев Если не хотите Ставить тонировку Шторочка вопрос солнцем решит Данный автомобиль У нас идет С объемом двигателя Полтора литра Это у нас передний привод Не гибрид То есть Самая максимально базовая Комплектация Из всех возможных И модификаций Единственное Мне до сих пор Не совсем понятно Почему Хонда Фрид Идет с мотором Л15А Вот если вы знаете У Хонды есть Две полторашки Л15Б Л15А Л15А на 110 лошадей Л15Б Без турбонаддува Это у нас 132 лошади Которые ставятся Везель В бензиновых вариантах Идет Л15Б С такой же маркировкой Идет уже для турбо Там степ вагонов ЦРВ Там Турбо визеле И так далее Как по мне Я бы наверное поставил В Хонду Фрид Мотор Л15Б Без турбоны То есть 130 лошади Машинка бы стала Чуть-чуть динамичнее Чуть-чуть поинтереснее Ну японцам скорее всего Виднее Как нам продавать Автомобили Давайте пройдем Багажник Посмотрим Какой у нас там Багажник у автомобиля Вот у нас маркировка Фрид плюс У нас кстати есть Сзади сонары Я вот на самом деле Всю машинку обошел И пока я не открыл Ауксоник Я так и не понял Почему мы поставили 4 балла И сейчас я вам покажу То есть Сзади у нас здесь Компрессор Колпаки Которые идут с автомобилем Вот так вот интересно Они решили вопрос С полкой В Хонде Фрид плюс То есть У нас вот так вот выглядит Багажник И сзади такая Огромная ниша То есть В теории Можно было засунуть Сюда запаску Но Хонда Категорически отказывается От запасок Мне непонятно Вообще В принципе С чем это связано По машине всего Парочка царапин Машина нигде не красилась Она просто такая Чуть-чуть грязненькая Она получила 4 балла Из-за царапины На переднем бампере Посмотрите Полировка Небольшая подкраска бампера И вот у нас 4,5 балла Ну то есть Был куплен на строгом Хондовском аукционе На этом по Хонде Фрид Я думаю Можно закончить Что касается рестайлинга Ну могу сказать так Наш офис Поделился на два лагеря Одни считают Что все-таки Рестайлинг Это что-то новое Все-таки есть Какие-то нововведения Новые штрихи В любом случае Японцы пускай развиваются Что-то делают Другой лагерь считает Что это абсолютно Неуместный рестайлинг Можно было сделать Все-таки посимпатичнее Я считаю Что с одной стороны Мне предыдущим Именно в дорестайлинге Машинка нравится больше Но скорее всего Я еще просто К этому внешнему виду Просто не привык Возможно пройдет время Мы к нему привыкнем И мы уже будем Относиться спокойнее В любом случае Какие-то нововведения От японцев Это всегда хорошо Пускай они Делают что-то новое Модернизируют Улучшают Делают рестайлинги Потому что Этот рынок Не должен стоять Машины должны Постоянно меняться Иначе мы будем ездить На одних и тех же Приусах На одних и тех же Короллах Как я говорил в начале Мы бы до сих пор Ездили на Короллах 60-х годов Если бы не такие автомобили Как Вилл ВС Вилл Сифа И вот эта вот Вся наркомания От японцев Но мы переходим дальше Мы переходим уже К двум автомобилям Два автомобиля Которые все время Были обделены вниманием Неизвестно почему Но сейчас У нас на стоянке Таких три Но я сниму для вас Два Два гибридных варианта Как вы можете видеть Уже за моей спиной Это два Toyota Esquire Модификации Гибрид Перед нами два Esquire В одинаковых модификациях И одинаковых комплектациях И за единственным отличием Что слева у нас 2018 год В обвесе моделиста Справа у нас 2019 год Без обвесов Так И сразу же хочу подметить Знаете Вот такую Особенность У этих автомобилей Знаете Вот есть у Toyota К 210 кузове Crown Рояль Маджеста И Атлет Соответственно Как по мне У вот этой вот модели Voxy, Noach и Esquire Есть схожие черты Вот посмотрите Esquire очень похож на Noach В принципе Как и Маджеста Похожа на рояль То есть внешне Esquire Это как Некий Люксовый Toyota Noach А Voxy и Атлет В принципе Они не сильно похожи Ну ладно Смотрите Решетка здесь Более такая Агрессивная Поинтереснее Чем у Noach Так на мой взгляд Если вы считаете Иначе Напишите в комментариях Давайте наверное Начнем С первого Красавца На вот таких Вот красивых Обвесах То есть у нас Обвесы моделиста Колеса моделиста По внешнему Мили очень интересный То есть посмотрите Сзади губа моделиста Спойлер моделиста Он у нас еще И на желтых Пружинах То есть он у нас Заниженный Комплектация максимальная Соответственно У нас есть в принципе Все прелести Toyota Voxy Toyota Noach Toyota Esquire Сразу же Брозается Вот такой вот Руль-косточка Естественно С кнопкой Старт-стоп Две электродвери Системы безопасности Автодальник Руиз-контроль Но смотрите Я смотрю на руль И вот Из-за вот этой штуки То что здесь Нет управления Бортовым компьютером Он начинает смотреться Более бедным Чем те же самые Степ-вагоны Ну Toyota Ну поставьте сюда Что-нибудь Ну как так Вот мы ездим За рулем У нас Esquire Как бы недешевый Автомобиль В данном случае У нас 2018 год Весь на обвесах 6000 км пробег Представляете Да салон Просто новый И не завезли Кнопки вот сюда Вот на руль Что это Ну то есть Понятное дело Это вопрос японца Японец взял И купил себе Вот такую вот магнитолу Ну то есть Лухарит Машина И вот с такой Непонятной магнитолой Соответственно У нас раздельный Климат-контроль Вот такая ручечка Все глянцевая Вот такие у нас Красивые бардачки Система безопасности Вообще Прекрасный Черный Красивый потолок И вот такая Магнитола Но как по мне Очень маленькое Сидение у нас Соответственно С подогревом Есть два разъема USB Салон у нас Просто в идеальнейшем Состоянии Две электродвери Открываем дверь Задний диван Ну посмотрите Ну вообще Подлокотники Со всех сторон Вот такой вот он Кожаный Здесь как будто Никто никогда не сидел То есть легкая Химчистка И машина новая Есть соответственно У нас здесь столик Я на самом деле Не знаю как он Раскладывается Но он здесь есть Есть столик Вот такого типа Смотрите Какая интересная особенность Для правого пассажира Который ездит У нас за водителем Столик сбоку А слева от водителя Столик спереди Почему не сделать столик здесь Это вопрос соответственно К Тойоте Так Вот смотрите У нас шикарный потолок Управление печкой Музыка у нас по всему салону Вот у нас дополнительные динамики В потолке Шикарно Вообще Шикарная комплектация Максимальная Так А давайте перейдем Посмотрим что у нас сзади А сзади у нас Не электродверь Логично Задний диван у нас Тоже кожаный Весь такой шикарный По нише Я прям вижу отсюда Что у нас есть запаска Тойота Почему так не делать Со всеми автомобилями Японцы Если вы видите это видео И заказываете себе автомобили Знайте Что на них потом ездить У нас по России И нам без запаски Ну прям очень тяжко Вот такой у нас красавчик В принципе по Esquire Добавить особо нечего То есть Машина такая же Как в Oxy и No Про эти автомобили Было очень много разных обзоров У нас бесключевой доступ У нас все красивенько И очень минимальный пробег То есть Если есть у вас Финансы Купить Шикарнейший вариант С оценкой 4,5 балла И с пробегом 6 тысяч километров Пожалуйста Вот будет что-то такое Прям в идеальном состоянии Плюс посмотрите Даже японец поставил Здесь дудки Какие-то Тойотовские Премиум Хорн По звуку скажу Что особо сильно Это не отличается Но мы переходим К следующему варианту Более такой Подходящий Для наших дорог Обвесов нет Колеса Меньшего размера Пробегу Сразу скажу Автомобиля 70 тысяч километров Открываем салон Пока с пассажирской стороны Так ну смотрите Сидение здесь Тоже в неплохом состоянии Есть тоже Подстаканнички А Того варианта не было По-моему Подстаканничков Откроем вот так вот Заднюю дверь И пройдем На водительскую сторону Здесь у нас Все так же Все шикарно Комплектация GI То есть По исполнению По опциям Они абсолютно Одинаковые Я из-за исключения Подстаканнички Такой же косточкой Руль Также без вот этих Вот кнопок Это вообще Бред полный Смотрите Здесь сидение Пробегу 70 тысяч километров Ну и вы скажете Что здесь ездили 70 тысяч Понятно дело У предыдущего Меньше Но сделать Химчистку И не видно Что здесь Проехали 70 тысяч А вот здесь Уже молодец Японец Завез такую Нехилую Магнитолу Посмотрите На ее размеры Это просто Какой-то Домашний Кинотеатр Сзади нет У нас монитора Нет Сзади у нас Монитора нет И также у нас есть Дополнительные колонки Динамики Также разделили Климат-контроль Подогрев сидений Два USB провода Такой же бардачок Да Машинки требуется Химчистка Не все японцы К сожалению Чистенькие Здесь у нас Что-то лежит Такое Походу Какой-то владелец Ауди Забыл свои кольца Да ладно Здесь у нас Вся документация Так А давайте Глянем Здесь Завезли ли Здесь запаску Вот такие Тойотовские Обычные колеса Ничего необычного Кстати Спойлер Даже спойлер Повесить Без обвесов Моделиста И было бы вообще Уже очень прикольно То есть даже Вот этот спойлер Придает шарму И без обвеса Было бы хорошо То есть я бы задумался Повешать спойлер Все-таки прикольная тема Здесь у нас салон В сложенном положении Можете сразу обратить внимание Какой здесь багажник Так Мы смотрим запаску Эть Не завезли японцы Запаску Ну как так Вот Ты же в Японии Ездишь Потом продаешь Эту машину В Россию Ну купи ты сразу Запаской Пускай она тебе Не пригодится А нам уж точно Так ну смотрите Что по этому Именно по этому Esquire Это у нас 70 тысяч километров Пробег Оценка РА Что немаловажно И 2019 год Комплектация Джай И вот посмотрите Два варианта 4,5 балла 6 тысяч пробегу И оценка РА 70 тысяч пробегу Одинаковые комплектации За исключением обвесов Ну за обвесы Мы там еще 50 Там 100 тысяч рублей Докинем Слева вариант Обошелся в 2 миллиона 200 тысяч рублей Со всеми расходами Справа вариант Обошелся в 1 миллион 820 830 тысяч рублей Ну и посмотрите Разница по цене В 400 тысяч рублей Вы спросите За что здесь Оценка РА Здесь полностью Менялась морда Ну то есть Менялся капот Менялись крылья Все это разбиралось Предположу Что еще Менялась оптика Вот так вот Издалека Я бы не сказал Что здесь Что-то очень Все плохо сделано То есть Выглядит вполне добротно Конечно Если может быть Мы открыли бы капот Посмотрели Как там это все сделано Снаружи Зазорчики Все аккуратненько Все гладненько Все красивенько И выбор Как вы понимаете Стоит за вами Если вы хотите Себе Esquire Либо Vox Либо Noh Ценники Абсолютно разные Вы можете выбрать Как дорогие варианты Для себя Там на 10 лет Вы берете Что хотите Сами полностью Привести Привести В эксплуатацию С самого нуля Или же Хотите купить Просто неплохой Себе Минивенчик Даст небольшой С чуть большим Пробегом Но до 100 тысяч При этом Как бы Оценка РА Вам не принципиально Чтобы он там Был в каком-то Идеальном Заводском состоянии Так Ну и думаю На Esquire На этом все Как вы понимаете Автомобили культовые Автомобили популярные Часто их привозят Ну не обязательно Esquire Vox и Noh И у нас Привидически 2-3 варианта Точно на стоянке есть Либо такой Либо такой Либо такой Потому что их возят Даже чаще чем степы За вчерашний вечер У нас вывезли Еще один интересный автомобиль Можете посмотреть Он стоит Между двумя Этими Esquire Это Toyota Alphard Переходим к нему Так Ну и что же Это у нас Это Toyota Alphard Просто царь Среди минивенов Буквально вчера я его вывез Каренчик он нам на стоянку Это автомобиль моего клиента Торговали мы очень долго Маленькое отступление Это у нас Alphard Вообще в самой максимальной Комплектации всех возможных Ну если не брать 3.5 Это у нас 2.5 гибрид Полный привод Executive Launch Еще и рестайлинг Его очень сложно купить Это вообще Alphard моего клиента Мы торговали его полгода Потому что как вы знаете У нас есть ограничения от Японии Это 6 миллионов йен На вывоз автомобилей И техники в принципе И так получается что Alphard В этой максимальной комплектации Уходят в 6 миллионов йен 6.100 6.150 И бывают такие случаи Когда мы торгуем Ставим 5.9 А он уходит 5.9 миллионов 910 тысяч йен И все И мы не купили И мы его не вывезли В общем не буду долго отступать Alphard этого мы выкупили Все Отличный вариант За исключением что Конечно же не получилось Взять пробег поменьше Мы хотели пробег до 50 Торговали-торговали Но японцы нам не давали его выкупить И пришлось брать пробег 70 Но у нас получилось Продан он был за 5 миллионов 885 тысяч йен Так ну и по салону у нас Ну сразу же Все вот он Царь Царь Alphard Электропривод сидений Это примерно так максимум Салончик в целом не грязный Руль-косточка В рестайлинге они добавили Вот такую вот Интересную штуку под дерево Либо как такой морской перелив Очень красиво смотрится Музыка у нас JBL Раздельный климат-контроль Подогрев и охлаждение сидений Электроручник Все электростекла А там аночка у нас У переднего пассажира Есть регистратор Системы безопасности Обновленный спидометр У нас соответственно Круговой обзор Без проекции колес Очень странно Всевозможные ящички Карманчики Вот это все у нас кожа Кожа где-то С одной стороны Даже побогаче Чем Crown будет Да Руль в принципе Как у Crown Все то же самое Как у Pratica Как у Crown Но кожа Немножко другая И она видите Она уже осыпается Нет Кожа такая же Мягенькая Она прям Очень сильно страдает Это болезнь всех этих рулей Я не знаю почему Даже с рестайлингом Япония не решила Этот вопрос Скорее всего Она делала этих рулей Уже бы она обшивала Поэтому не стала Даже заморачиваться Сзади шумит климат Я его отсюда Кстати не отрегулирую Понимаете Задний ряд сам определяет Как он будет регулировать Себе климат Вообще То есть я водитель Я здесь вообще ничего В этой машине не решаю У нас задняя Вот такая камера Электродвери Ну как же без них Еще бы Альфард В максималке был не с двумя электродверями Вот такие у нас сиденья Смотрите какие у нас здесь пультики Это все регулируется Регулируемая атаманка электро Электро задняя спинка Это регулирует атаманку Это свет Тут настройки Подогрева и охлаждения В общем На самом деле Если вы видите Executive Launch На дороге Владелец этого автомобиля Сидит не здесь А вот здесь Потому что задний ряд Очень-очень богатый Ну просто шикарно Люк сзади Спереди курящий люк Есть большой монитор Эстрадная подсветка Вариант у нас с оценкой 4 балла То есть замечаний немного Электро пятая дверь Чего-то она у нас Не хочет открываться Вообще она у нас Электро Смотрите еще одно Интересное решение Хочу сразу же С вами поделиться Смотрите у нас здесь Есть такие газовые упоры Как вы знаете Как вы знаете В Харьках И в Равчиках Именно здесь Находится электропривод То есть именно В самом газовом упоре Он такой толстый Конкретно в минивэнах Из-за того, что дверь Еще больше Они пришли Вот к такому решению Вот у нас стоит Электромеханизм Который тянет дверь назад При закрытии И который толкает Дверь вперед При открытии Как по мне Решение лучше Вот такой механизм Все-таки понадежнее Потому что Такие штуки отваливаются Я общался с электриком Они очень быстро ломаются Вот эти Большие газовые упоры Вот у нас такие Большие ниши И смотрите Какая красота Есть запаска Причем Такая внушительная Немаленький банан В остальном У нас полностью Черный салон Есть тут у нас Розеточки всякие Разные японские То есть Альфард Прям вот царь У него есть все Задний ряд Это просто Как бы Ну Если вдруг надо То кого-нибудь Мы перевезем Как правило Вот Три пассажира И водитель Также у нас Здесь Смотрите Пришел он На зимней резине На таких штатных колесах Вот допустим Я вот такой вот Директор Какой-то крупной фирмы Я хочу Сесть своего Альфарда Берусь за ручку Кожа Сажусь сюда Вот этого человечка Мы естественно Пододвинем Пошел он Могу здесь Посмотреть кино Единственное Правда Не знаю Как эта штука Открывается Включили подсветку Обдувы Ручки тоже Под кожу У нас здесь есть Столик Вот такой Он так медленно Выезжает У тебя вот тут Свой большой Бардачок Я все обычно Думал что здесь холодильник У тебя есть Вторая печка Для зимних регионов Просто шикарная ручка У тебя здесь ручка И знаете Здесь сидится На пассажирском Гораздо лучше Чем на водительском Стоит такой Альфард В районе Трех с половиной Миллионов рублей И то Это по тем курсам Когда мы брали Сейчас наверное Около трех Семисот он выйдет Потому что Машина дорогая Машина в максимальной Комплектации Здесь есть все Это Экзекутиф лаунч Именно В таких комплектациях Вы знаете да Что Альфарды у нас Можно брать Там от миллиона Восьмиста Пятидесяти Сейчас наверное Из-за курсов Это наверное Не меньше чем Миллион Точнее даже Где-то 2 миллиона Два сто Но а если вам нужен Максимальный вариант То соответственно Три с половиной Почти четыре миллиона Готовьте По другому Вы такой вариант Не купите Либо какую-то Р-ку разбитую Которую еще Надо будет восстанавливать И так далее Альфард конечно же Хорош На фоне всех остальных Автомобилей Любых других Минивэнов Он выглядит выигрышно Кто-то говорит Что Элегрант Одноклассник Ни разу Нет таких Элегрантов В таких комплектациях То есть если вы хотите Самый топовый Минивэн То это только Тойота Альфард Ну что ж дорогие друзья На этом у меня все Это был большой вывоз Меня зовут Максим Компания Priority Auto Подписывайтесь на канал Большое спасибо вам За просмотр Всем пока Компания Priority Auto Надежный поставщик Автомобилей С аукционов Японии Подбор автомобиля Покупка Доставка Растаможивание Priority Auto Ваш надежный поставщик